Евгений Александрович Сергей Юрьевич, я на месте Второй этаж, посмотри Вот первый труп Вот второй А вот и третий Так, стол еще раз покажи Стоп, ты же говорил четыре трупа Ну так и есть, вот только один из них оказался не совсем трупом У него обнаружили слабый пульс и скорая забрала минут десять назад Понятно, и кто же у нас оказался счастливчиком? Праслов Евгений Александрович, владелец дома Владимир Петрович даже паспорта нашел? Владимир Петрович, что там говорит судмедэкспертиза? Предварительные данные таковы Похоже, что причиной смерти стала интоксикация организма Смерть наступила недавно, а мышечное коченение почти полное И это странно, ну разве что имел место паралич дыхательных путей Остальное после вскрытия Понятно Скрипков, ты еще тут? Да Иду со стола на экспертизу отправили? Ну, первым делом Ладно, на этом пока все Все готово Мне кажется, что ты чем-то расстроена Мне и тебе кажется Да просто этот ползав не входит у меня из головы Есть какие-то новости? Я попытался найти информацию о нем через нашу розыскную базу Но результата ноль Человек призрак Такое впечатление, что его вообще никогда не было Но я сделал официальный запрос В проектный институт При Министерстве обороны Ну, теперь жду ответ Ясно Ну что ж, пока мы ждем ответа Можем приступить к массажу Давай, давай, не ленись Между прочим, у тебя уже вчера появилась чувствительность в пальцах ног А это очень хорошо Всего на две минуты Всего на две минуты Как тебе не стыдно Это целых две минуты Хочешь больше, давай ложись Помочь? Сам справлюсь Давай Уважаемый Уважаемый, что вы так нервничаете? Мы во всем разберемся Долго мне еще тут торчать? Я устал Я хочу принять душ Да вы что? Кто здесь старше? А что вы хотите от старшего? Объясните На каком основании вы нас держите? Мы подозреваемые? Мы арестованы? Уважаемый, я вам сотый раз объясняю В доме найдено три трупа Есть определенная процедура Мы обязаны вас допросить Допросить? Представляете, допросить Пока как свидетели Скрипков Да Пожалуйста, убери отсюда девушку Прошу со мной А допрос мы начнем С этого нервного мужчины Пройдемте, товарищ Идемте, идемте, идемте Не стесняемся Проходим, проходим, уважаемый Садимся Ну что вы хотите от меня услышать? Все Вы ведь повар И трое человек, которые попробовали вашу стряпню В тот же вечер умерли Очень странно, что вас удивляет Мое желание вас допросить Аня! Да Тут пришло заключение из лаборатории Оперативно сработали Посмотри, пожалуйста Может тебе получится перевести Эту тарабарщину на человеческий язык Так, где? Значит, здесь написано Что все продукты со стола Прасловых в норме За исключением перепелов В них были обнаружены Такие соединения Как гамма-каницин Каниин Конгидрин Псевдоконгидрин Ничего себе Ну, в общем-то Наибольшую опасность Представляют первые два Соединения Для которых свойственны Никотина И корреподобные эффекты Это что, вы все поняли? Ты что, ты знаешь об этих веществах? Я знаю, что все эти соединения вместе Очень похожи на яд цикута Который содержится в природе В таком растении, как болиголов пятнистый Цикута Это что, инструмент вместе римских патрицев? Да, именно Но в быту ему травиться Тоже очень просто Потому что стебли болиголова Похожи на стебли дикой петрушки А насколько сложно Добыть эту цикуту В наших условиях? Очень просто Она, этот сорняк Он растет везде На обочинах В огородах Отлично Осталось лишь выяснить Как этот болиголов Мог попасть в тушки Перепелов на столе браслова Ну, только не сам болиголов А семена болиголовы Они как раз наиболее ядовит Какая умная Спасибо тебе Пожалуйста Так, давайте начнем Все сначала и по порядку Вы не первый раз Готовили в этом доме, да? Нет, не первый И что? Я хочу, чтобы вы Вспомнили подробно Этот вечер Может быть, вы заметили Что-то необычное Странное Так, миланский пирог с финиками Это замечательно На горячий, как я и заказывала Перепелка Я тебе вчера рецепт давала Жирная Я надеюсь, все будет так, как я и задумывала Ну, конечно, Катерина Аркадьевна Я когда-нибудь вас обладил? Никогда Что я вижу Решила соблазить повара, чтобы он незаметно подсунул мне в тарелку Несколько ядовитых грибочков От мужа решила избавиться? Не говори глупостей Шел вон Признайся, давно мечтаешь стать молодой И обеспеченной вдовой Я просила не напиваться, хотя бы до прихода гостей А у меня есть повода напиться Смотреть противно Ну, ничего На меня смотреть противно А на кого не противно? Я его знаю? Хочешь, я скажу, кто он? Ты думаешь, я Не знаю, что ты вытворяешь Мне уже все друзья предстоящие Вот так показывают Расловы Накануне поссорились? Да, поссорились И слава богу, в тот вечер Там мордобоя еще не дошло То я помню, иногда Скорую даже проходилось вызывать А причины сорок всегда были одни и те же? Я же говорю, прослал, сильно ревновал свою жену А от кого вы узнали, что ваши заказчики мертвы? Так от Ленки Она прибежала А где вы были в этот момент? На кухне Я заканчивал оформлять десерт Она понесла кофе в гостиную Говорит, заодно спрошу за десерт А потом, как заорет она Володя, вы еще не закончили? У меня вопрос к повару А где вы взяли тушки и перепелов? Прослов, продукты всегда заказывал у нас в ресторане Для своих обедов Так что, если проблема точно в тушках То это, пожалуйста, не ко мне, а к нашему су-шефу Так я могу сейчас идти домой? Вы, уважаемый, подозреваетесь в убийстве трех человек И попытке убийства Праслова Так что, родным домом для вас может стать Сами знаете что Я не убивал Я не виноват Все, я ухожу Стоять, сидеть Уважаемый Вы ведь мудрый человек И вы не будете оказывать сопротивление при задержании Попейте Это успокоительное Думаю, минут через десять должно подействовать Можно, Ваш? Скажите, ее можно допрашивать в таком состоянии? Я бы не советовал На Вашем месте Я бы отпустил девушку домой Все равно сегодня от нее Толку никакого не будет Это я Вам как врач говорил Скрипков давай Отнес в ресторан Узнаю по поводу тушек-перепилов Что-то наш повар шибко нервный Есть Елена Аркадьевна Я обязан взять у Вас подписку, а не выезд Вы расписаться сможете? Спасибо Спасибо И все же, где Ваш ресторан заказывает этих перепелок? Вообще-то коммерческая тайна Ну так как Вы из следственных органов У нас есть знакомый фермер Который живет в экологически чистой местности Так вот, его перепела едят исключительно натуральная корма И Вы всегда берете тушки именно у этого фермера? Да, уже более трех лет И никаких инцидентов не было? Ну что Вы Мы известный ресторан И мы очень следим за своим реноме Хорошо, а можно посмотреть заказ праслалок? Лера Принеси журнал заказом Присядем? Сюда? Да, пожалуйста Ну знаете, каждый заказ фиксируется Так Вот заказ праслала Шесть перепелинок тушек У нас не высший сорт Молодые, жирные Ну, Вы нигде в городе таких не найдете Я Вам клянусь Мне нужно будет взять несколько тушек для экспертизы Из той же партии, что и тушки прасловых Ну, не вопрос Мы сейчас пройдем в холодный цех И Вы выберете те тушки, которые Вам понравятся Замечательно А, еще такой вопрос И это очень важно Вы уверены, что в заказе было именно шесть тушек? Потому что на месте преступления мы нашли только четыре Молодой человек, Вы обижаете У нас строгая отчетность Пойдемте Не понял Эй А ты здесь откуда? Эльина Аркадьевна Ой, как Вы меня напугали Что Вы здесь делаете? Я из-за Джулии приехала Они, бедолаги, вчера все забыли Заперли в дальнюю комнату Она же живое существо Ей поесть надо, в туалет сходить Ну, а как Вы дверь открыли? Я же напрасно в них работаю У меня свой ключ есть Чтобы убирать Так, а кто Вам разрешил здесь убирать? А, что нельзя было? Вы же вроде вчера уже все посмотрели Ну, а как я это все оставлю А она завоняется А потом Евгений Александрович выйдет из больницы И скажет, что я не справлялась со своими обязанностями Так, я Вас предупреждаю Больше никаких уборок Хорошо, а что же мне с собакой делать? Ну, я не знаю Заберите ее к себе Вы с ней ловите? Да Лена, а Вы уверены, что собака во дворе? Да, должна быть где-то здесь В доме ее нет Джулии Джулии, ко мне Девочка моя, ты где? Джулии, ко мне, ко мне Быстра моя хорошая А что это у нее? Стой, стой Выплюнь Это перепелка Лена, у Вас есть какой-то пакет? Мне нужно отвезти это в лабораторию на анализ Вы думаете, она тоже может быть отравлена? Но тогда бы и собака отравилась Вот это подойдет? Да, спасибо Думаю, Вам придется проехать со мной Как следователя Никонова, который ведет это дело Хорошо Хорошо Боюсь, что я ничем не смогу Вам помочь Я работаю на Прасловых только третий месяц Платили они хорошо, вовремя Ну, правда, и работы у них было иногда столько, что присесть некогда А как часто Праслова вызывали к себе повара? Русик? Ну, пару раз точно Екатерина Игоревна любила прихвастнуть перед гостями личным поваром Скажите, это правда, что Прасловы часто ссорились? Ну, бывало, конечно А кто сейчас не ссорится? А причины ссоры были разные или? Или Я, конечно, свечку не держала, но Евгений Александрович подозревал, что у его жены Роман на стороне А с кем, знаете? Насколько мне известно, Евгений Александрович ревновал свою жену к Дмитрию Он тоже есть среди погибших Сергей Юрьевич, ну, ведь собака выжила, значит, тушка, которую она нашла, была чиста? Да, как-то это странно Елена Аркадьевна, а ваши хозяева кормили собаку перепелами? Никогда А у них на этой собаке помешательство было Своих детей не было, вот и носили с ней А, в чем это выражалось? Ну, они джули не то, что костей, они и мяса не давали Только дорогими паштетами кормили Я когда-то еще по незнанию дала ей кусок вырезки Так Екатерина Игоревна скандал закатила, истерику Сказала, что я ее собаку убить хочу Если Праслова не кормили собаку перепелами То откуда у нее взялась тушка? Ну, я откуда знаю? У самой Джулии спросите Есть какой-то подвох в этом деле, вот только где и какой я не понимаю Мне вчера о Равинске много чего занимательного рассказала об этом болиголове А потом в интернете я нашел довольно-таки интересную штуку Оказывается, есть древний грузинский способ расправиться со своим обидчиком Вино цикуту подсыпать? Так это еще древние греки? Нет, 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 более оригинальным Нужно пару месяцев кормить болиголовом перепелов Оказывается, у перепелов иммунитет на яд болиголова Но вот мясо птицы становится смертельно ядовитым Прикольно А что если повар из ресторана принес хороших чистых перепелов А в доме Праслова их подменили на ядовитых? Вот только кто это мог сделать? Ну, тот, кто хотел убить Прасловых и их гостей, а сам остаться в живых Ну, таких есть двое, Руслан и Лена И не забываем о самом Праслове Действительно, как-то странно получается, все ели одинаковых перепелов Вторая вымерла, а он выжил Да, даже идет на поправку Я сегодня утром звонил в больницу К Праслову пока никого не пускают, но кризис миновало Вот как Ну, а если версия с подменой верна, то значит, где-то есть еще одна чистая тушка Правильно? Вполне возможно Алилуйя! По одной из наших версий, убийцей мог быть сам Праслов Если верить словам свидетелей, Куриных и жена Праслова, Екатерина, были любовниками Конечно, это мы еще будем перепроверять Ну, допустим, ревнимец мог убить любовника и жену Ну, а чем невеста Куриных провинилась перед ним? Он вполне мог это сделать, чтобы запутать следствие Да, чтоб Праслов твой псих, что ли? А так запросто убивать неминных людей Ну, если учесть, что он и себя чуть жизни не лишил, то все может быть К тому же, я выяснил, чуть больше полгода назад он был в командировке на Кавказе Там вполне мог услышать о старинном способе отравления под названием перепелка по-кавказски Да, версия имеет право на жизнь Но нужны веские доказательства Ну, вот над этим мы как раз со Скрипковыми работаем Можете ли вы подтвердить, что это одна из тех перепелиных тушек, которые вы принесли в дом Праслова из ресторана? Может быть Ну, откуда она у вас? Ее закопали возле дома Праслова Судя по состоянию, она пролежала в земле недолго Экспертиза покажет точное время Но вопрос заключается вот в чем В тот вечер, когда вы готовили на кухне, вы видели что-то подозрительное? Вы же уже спрашивали? Хотя, что вы считаете подозрительным? Повар, торт привезли, с бегой принеси Может, Ленка, я не успеваю, мне... Я сказал, бегу, марш! Знаете, я сейчас вот вспоминаю И мне кажется, что Праслов специально у меня выставил из кухни И это очень странно Обычно он горничной Леной командовал На кухне практически не заглядывал То есть, вы хотите сказать, что если бы Праслов хотел подменить тушки, то у него была эта возможность? Думаю, да Да, у него было времени предостаточно, пока я принесу торт Ну, зачем ему это надо было? Спасибо Допрос окончен! Сергей Юрьевич, я считаю, что подозрения с Попова можно снимать Что мне дальше делать? Подозрения с Попова никто не снимал Что мне, учить тебя? Осмотри его квартиру, ищи хоть что-нибудь Любые косвенные улики Понял Вот оно, жилище повара Вот оно, жилище повара Так Ну, здесь ничего Ну, здесь тоже Не понял Интересно, кого это так ненавидел наш повар? Судя по тому, как потрепан снимок Руслан Попова этого парня особо не жаловал Слушай, а можно как-то восстановить лицо на фотографии? Ну, можно попробовать Есть специальная программа для восстановления Здорово, тогда ты займись этим Но сначала встречися с домработницей Прасловых Ну, я надеюсь, ты знаешь, о чем с ней поговорить Конечно Я полетел Давай Володь, привет Мне нужно все, что можно найти на Руслана Попова От и до Школа, юность, армия, ну и так далее Лена, скажите, при желании Праслов Мог вы подменить перепелиные тушки, которые принес Руслан, на другие? Мог, наверное Мне тогда что-то понадобилось на кухне Руслана там не было А Евгений Александрович стоял прямо у стола с перепелками Он еще тогда на меня так зыркнул Что я сразу убежала Вы знаете, я об этом случае не вспоминала Сейчас, когда вы спросили, думаю, да Праслов мог подменить тушки Скажите, а у него была возможность закопать их за домом? Ну, в тайне от остальных Я не знаю, мы с Русланом все время были в доме Он на кухне, а я стол сервировала Думаю, мог Сергей Юрьевич, фотография загрузилась Какой-то удивительно знакомый человек Но это же Праслов, только лет на двадцать моложе Праслов На мишене у повара Руслана Интересно, чем же Праслов так насолил нашему повару? Значит, Попова из СИЗО не выпускать А ты давай-ка завтра с самого утра Езжай в больницу к Праслову К Евгению Александровичу скопилось достаточно вопросов Понял До завтра Давай А, Скрипков, Скрипков Серега О, это ты? Ага, смотри, из твоего почтового ящика Сколько всего полезного достал Зачем ты притащил эту макулатуру? Ну как, ее же зачем-то в ящик кладут Лев, а что ты не выбросил? Ну ты, где у тебя мусорное ведро? Там я выкину Стоп, стоп, а что ты закономишь? Ну, дай сюда Да Я пока буфетик услышу Угу, угу Такая чертовщина А что там? Да так, ничего Одним словом, ничего Аня А ты когда зато будешь? Случилось Ну, это не телефонный разговор Я? Нет Нет А я Все Мужик Да что же Это была водка Была Ого Аня Тон Мужик Мужик Эти Каб Выпас Привет. Привет. Что произошло? Что за интерфонный разговор? Отшел ответ на мой запрос в Министерство обороны. А. Ну и? Вот, полюбуйся. Запрашиваем гражданин по фамилии Ползе в списках, а не значится в запросе отказать. Запросе отказать. Ты понимаешь, что это значит? Честно говоря, не очень. Видимо, нам намекают на то, что такого человека, как Ползов, не существует в природе. Или хотят меня в этом убедить. Они не на того напали. Ну, ты знаешь, в своей бюрократической отписке они лишний раз доказывают, что у меня есть что скрывать. А это значит что? Что? Что мы движемся в правильном направлении. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения, вы кто? Я Лариса, подруга Катя, жены Женя. Евгений Александрович, у меня несколько вопросов касательно вашего повара Руслана Попова. Если можно, я хотел бы задать их наедине. Конечно. Всего доброго, поправляйтесь. Скажите, вы уверены, что до того, как Руслан Попов начал работать у вас дома поваром, вы не были знакомы? Не были. А в чем, собственно? Тогда как вы объясните это? Эту фотографию я нашел у Попова дома. Она висела на мишене для дартса. Это же вы на фотографии? Я… Это просто… Где он ее раздобыл? Ответ на этот вопрос я ищу. Скажите, у Попова были причины желать вам смерти? Клянусь вам, нет, не было. Может быть, он просто псих. Ну хорошо, а тогда где он раздобыл фотографию? Не знаю. Может быть, украл меня из дома, но зачем? Какой-то кошмар. Ладно, вы главное не волнуйтесь, мы обязательно во всем разберемся. О, простите, я сумочку забыла. О, еще раз выздоравливайте. Сергей Юрьевич, я из больницы. Ну, привет. Чем порадуешь? Ну, к сожалению, радовать пока нечем. Праслов не знает, откуда у Попова это фото, а сам Попов на эту тему вообще отказался разговаривать. Ну, и не удивительно это. Я изучил досье на Попова, который раньше Поповым не был. В смысле? На самом деле, пятнадцать лет назад Руслан Тапурия поменял свою фамилию на фамилию девичьей матери Попова. А зачем он это сделал? Возможно, у него были причины. Да, есть выписка из документов военной прокуратуры. Руслан Тапурия и Евгений Праслов когда-то вместе служили. Так вот, откуда у Попова эта фотография. Именно, Праслов вместе с другими дембелями всячески издевались над молодым салагой и довели Руслана до попытки суицида. Руслана демобилизовали по комиссии, но родителям Праслова удалось дело замять. То есть, вы хотите сказать, что когда Руслан увидел Праслова и узнал его, он решил ему отомстить? Ну, тогда зачем ему убивать всех остальных? Ну, а скажи, а как заставить Праслова есть переполок одному? Сергей Юрьевич, вы только не ругаетесь, но если Праслов действительно такой подонок, то я думаю, что это он всех и убил. Смотрите, подменив Перепелов, он одним махом подставил Руслана, избавился от неверной жены и ее любовника и тем самым отвел от себя подозрение. Да, кстати, насчет любовников. Эту информацию мы знаем только от горничной и повара. Нам нужны еще какие-то свидетели. Ну, есть один вариант. Так, давай работаем. Ну, вы как близкая подруга Кате должны были знать. Ну, да, у Димы с Катей был роман. Ну, честно говоря, я ее не совсем понимала, потому что Женя такой мужчина. Любая обзавидуется. А насколько серьезные были отношения Екатерины и Дмитрия? Думаю, у нее были конкретные планы на него, хотя у Димы с Олей была назначена свадьба. Так, подождите, Лариса, вы меня совсем запутали. Екатерина Праслова любила Дмитрия Куриных, они были любовники, да? И она пригласила Дмитрия с невестой к себе домой на ужин? Ну, меня сначала это тоже шокировало. Мне кажется, если бы я сейчас умерла, единственный, кому бы меня было бы жаль, это Дима. Дима, 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 целый вечер слышу об этом Диме. Ну, разведись со своим Прасловым, выходи замуж за Диму. Тем более, я слышала, он мне чуть не хуже упакован. У Димы есть невеста. Что? Это какая-то дикость. То есть ты говоришь, что он тебя любит, и при этом женится на друга. Эта свадьба никак не повлияет на наши отношения. Понятно. Ну, хорошо. А она объяснила, зачем Дмитрию нужна была эта свадьба? Я ее спрашивала, а она ушла от ответа. Извините. Алло. Да, Евгений Александрович. Только давай договоримся, что я сам решаю, когда мне отключаться, хорошо? Хорошо, Сергей Юрьевич. Конечно. Наконец-то. Сколько вас можно ждать? Евгений Александрович, я приехал, как только смог. Что у вас за срочное дело? Я вспомнил, откуда мне знакома уница Руслана. Так откуда? Ну, это ж тот салага из моей части. Рядовой, не помню его фамилию, но не Попов точно. Да, мы действительно служили вместе в одно время. Праслов, у меня есть выписка из военной прокуратуры о факте неуставных отношений между вами и Поповым. Вы неоднократно избивали Попова и издевались над ним. А однажды избили так, что рядовой Попов попал в госпиталь и был комиссован по состоянию здоровья. И что? Это дело старое, ничего не доказывает. Ну, конечно. Вашим родителям удалось отмазать вас от дисбата. Но жизнь Попова вы искалечили. Вы в курсе, что у Попова пожизненная третья группа инвалидности? Врачи были вынуждены удалить ему селезенку. И все благодаря вам. Вы хотите предъявить мне какие-то претензии вместо того, чтобы этого повара в тюрьму отправить? Теперь же очевидно, что это он всех отравил. Отомстить мне хотел гаденыш. Вы успокойтесь. Позвольте нам решать, кого и за что отправлять в тюрьму. Слушайте, не смешите меня. Я вижу, как вы решаете. Кстати, в прошлый раз вы спрашивали, ел ли я во время ужина то, что и все. И что, вы что-то вспомнили? Не знаю, имеет ли это значение, но я за столом совсем не пил спиртного. Я немного перебрал днем, а во время ужина налегал на кофе. Оказывается, мне нужно было сесть за руль. Я хотел немного протрезветь. Сколько вы выпили кофе? Много. Чашек пять. Ну, одним словом, много. Смешно. Спасибо. Ну, тогда давайте выпьем за сумасшедших, которые, несмотря на все наши отговорки, все-таки решились сбегать в ЗАГС, так ничему и не научившись на ошибках своих друзей. И как у тебя только сердце не выскочит. Это какой по счету уже кофейник? Слушай, тебе не угодишь. Напился до прихода друзей, плохо. Не пьешь, тоже вопросы. Просто, Праслов, ты все всегда делаешь, не вовремя. Я вообще люблю кофе, а в этот вечер перебрал дозу. А кофе был до перепелок или после? И до, и после, и во время. Скрипков? Да? У меня есть для тебя поручение. Кто там? Лена, это Скрипков. Можно к вам войти? Нет, нельзя. А почему? Если у вас еще остались ко мне вопросы, мы можем обсудить их на улице. Ну а если мне нужно осмотреть квартиру? Вот будет у вас ордер на обыск, тогда и осматривайте. И вообще, я уже рассказала вам все, что знала. Так вы меня не впустите? Нет, не пущу. Ну хорошо, хотите ордер, будет вам ордер. Да, Сергей Юрьевич, ну похоже, что вы правы, потому что в квартиру она меня не пускает. Нужно, чтобы кто-то приехал с ордером на обыск, а я пока буду ее поджидать на улице. Понял. Скажи, кофе как противоядие от Семен Боленулова, это достаточная причина для предъявления обвинения? Абсолютно. Ну так, а чего ты от меня хочешь? Ордер на арест и на обыск квартиры. Угу, добро. Клетку мы нашли на балконе, там же были остатки Семен Боленулова. Лена, я искренне советую вам сделать чистосердечное признание, почему вы их убили. Вы мне лучше скажите, почему он выжил? Почему все умерли, кроме этого ублюдка? Сергей Юрьевич, я не совсем понимаю. Значит, вашей главной мишенью был все-таки Праслав? Знаете, что он со мной сделал? Изнасиловал. Рассказать как? Он настоящий садист. Почему вы после этого случая не уволились? Я хотела наказать его. Наказать их всех. Они все друг друга стоят. У них ничего святого. И нас за людей не считают. А потом Руслан рассказал мне про перепелов. Ленка, ты шинцуаринцвери когда-нибудь пробовала? Пробовала что? Шинцуаринцвери. Нет. Это перепела. Печеная. Если их правильно приготовить, то тебя от них за уши даже не оторвешь. Хотя птица, она конечно коварная. У нас на Кавказе с их помощью кучу людей угробили. Как это? Есть такой древний грузинский способ. У меня созрел план. Проклятые буржуйские перепелки постоянно были в меню Праславых. Я пошла на птичий рынок, купила шесть птиц. Почему именно шесть? Перестраховалась. Так что потерял и потерял. О, вот это счастье! Да, все ясно. Ну что, Скрипков, можешь оформлять явку с повинной? Вставайте, поехали. Подождите, вы мне так и не сказали, почему он вожил? А вы сами его спасли. Кофе. Мощное противоядие против цикуты. Вспомните, сколько чашек кофе вы в тот вечер принесли Праславу. Значит, все это было зря. Сергей Юрьевич, это Праслав, да, я уже все знаю и благодарен вам за то, что вы так быстро нашли убийцу моей жены и друзей. А вот я себе не благодарен. И знаете почему? Потому что всегда из-за таких, как вы, страдают другие люди. И поэтому мне становится все сложнее и сложнее защищать порядок в стране. Никонов, ты хотя бы на один вечер можешь отвлечься от своей работы? Тем более, ты сам пригласил меня на ужин. И все время говоришь по телефону, как-то нехорошо получается. Прошу. Романтический ужин при свечах? Да, почему нет? Я хочу шампанское. Наливай. Я хочу шампанское. Наливай. Да, я слушаю. Никонов, слушай внимательно. Твоего отца нет в живых и этого не вернешь. Не копайся больше в этом деле. Им нужно ворошить прошлое, иначе пострадают близкие тебе люди. Ты все понимаешь. Не дурак. Кто вы? Все в порядке? Да. Все хорошо. Никонов, ты не умеешь врать. Ловень. Время. Что здесь? Время. Как же. Нет. Он самый дорогой. Это не будет, как я часть. Господи. Его открыт, как я учусь. Субтитры создавал DimaTorzok